Те, кто подписан на мой канал и следит за мной уже очень давно, знают, что кроме большого по содержанию контента, я иногда делаю видео на тему каких-либо сборок Windows, которые подписчики присылают мне в личные сообщения. Однако прошу учесть тот факт, что не все присылаемые сборки могут дойти до этапа создания видео по различным причинам. В первую очередь мне хочется отбирать что-либо интересное и необычное, не делая при этом парад-марафон подобных видео, которым со временем может кому-то надоесть или начать доставлять моральное раздражение. Сами сборки как движение обрели очень смешанную репутацию из-за некоторых сборщиков, которые могут изменять домашние страницы в браузерах или вообще встраивать целые вредоносные программы. Лично я считаю, что создание сборок Windows может быть очень полезным и в некоторых случаях служить отличным инструментом для быстрого развертывания системы и как следствие экономии времени. И вероятно, на этом моменте со мной уже многие могут быть не согласны. Я прекрасно понимаю подобный факт, но не забывайте, что я имею в виду создание сборок, которые будут адаптированы исключительно для одной конфигурации или парка компьютеров с одинаковой указанной конфигурацией. Встраивайте драйвера под свои нужные устройства, звуковые карты, видеоадаптер, например. Добавляйте аккаунт со своим или не своим именем. Пропускайте первоначальную настройку, давая заготовленные ответы и в принципе все. Более подробно об этом я расскажу в следующих видео на канале. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. А сейчас мы вернемся к теме сегодняшнего видео. Сборка, которую мы будем рассматривать, называется Windows Experience Freestyle Update. Честно, для меня это уже выглядит многообещающе, особенно просматривая скриншоты. Данную сборку мне прислал пользователь Телеграм с именем Василий. Изначально я не хотел ее как-либо рассматривать, но спустя день после предложения от Василия мне поступает донат от человека с никнеймом Avon11, который содержит эту же самую просьбу рассмотреть это творение. Просматривая их официальный сайт, да у них даже такое есть, можно наткнуться не только на дизайн стиле сайта Microsoft образца нулевых. Не, я серьезно, если сам сайт передвинуть влево, то будет очень похоже. Но и на тот факт, что было выпущено множество версий этого продукта и несколько дополнительных паков. Да и слоган тут интересный. Повторно испытайте лучшее из цифровой эпохи. Сама сборка построена на основе Windows 10 и сколько я переделок Windows 10 под Windows XP не оповидал, честное слово. Даже я сам когда-то это делал чисто из спортивного интереса. Но о паках мы дополнительно поговорим попозже. Сам проект существует, по информации из официального сайта, внезапно с января 2023 года. Столько выпущенных версий и все за полгода? Продуктивно ничего не сказать. На момент создания видео я буду смотреть на Windows Experience Freestyle Update Service Pack 1, который вышел 7 июня 2023 года. На странице с, так скажем, продуктом поясняется, что здесь нового, какие конкретно имеются ошибки и недочеты. Скачивание образа переводит меня на архив.орг, что для меня не является удивительным. Сам образ весит чуть больше 3 гигабайт, и он у меня качался очень долго вследствие месторасположения серверов самого архив.орга. Сейчас пришло время установки. Поначалу я хотел установить версию сборки, которую мне предложил Василий в Телеграм, Windows Experience Freestyle Update без какого-либо сервиспака. Но я столкнулся с одним абсурдным нюансом. ISO-образ этой системы изначально был поврежден. Ни с VMware, ни с реального компьютера это прямым путем запустить не удалось. Выходит, ошибка о невозможности загрузки файла лицензионного соглашения. При отсутствии этого файла программа установки досрочно прекращается и становится невозможной. Однако, на VirtualBox это все внезапно заработало. Получается, повреждения нет? Но Данил не особо является любителем VirtualBox по множеству причин, и все же ему очень хотелось узнать причину данной аномалии. Ради этого он зашел на их дискорд-сервер и спросил по поводу данной проблемы. После ответа на вопрос участника сервера о том, как и через что загружаться с ISO, никакого дальнейшего решения не последовало. Окей. Теоретически подобная проблема разрешается просто. Развертыванием образа через стороннюю программу WinNT Setup или ручной установкой через стандартный инструмент Disen в командной строке с самостоятельным прописыванием загрузчика. Однако, если скачивать уже более свежую версию этого проекта, которая вышла в июне 2023 года, то там такой проблемы уже нет. Сам процесс установки не отличается от оригинальной Windows 10. Тоже прочтение соглашения, выборы раздела и отчасти немного зря. Было бы забавно увидеть вместо привычного фиолетового экрана установки что-то оригинальное, как, например, вот это. Набросанный мною для этого видео дизайн программы установки. Почему бы и нет? Выглядит вполне оригинально и даже интересно? После первой перезагрузки нас встречает быстрая настройка устройств, но не встречает первоначальная настройка, так как имя пользователя уже было введено, а ответы на все остальные вопросы уже были заданы автоматически. Зачем? Увы, мне, к сожалению, не ясно. И вот мы видим экран входа, где мы входим в аккаунт администратора и внезапно проигрывается звук из Windows XP, хотя кто бы в этом сомневался. Смотря на рабочий стол, найдите 10 отличий. Если кратко говоря, их нет. Но если подушнить, то значок корзины координатно находится чуть ниже, чем в оригинале. Ставим VMware Tools и приступаем к обзору. Поначалу мы видим ярлык корзины и ярлык Windows Experience Notes. Открыв этот ярлык, мы попадаем в WordPad образца Windows XP, где просто дублируется информация о сборке с официального сайта. Честно, первое впечатление приятное, но одним первым впечатлением полноценное мнение выстроить нельзя. Панель задач сделана крайне отлично. Такая же кнопка пуск, панель быстрого запуска и панель уведомлений. Но если нажать на кнопку показа всех иконок в области уведомлений, то палево происходит мгновенно. Увы, с этим ничего не сделать. Меню пуск сделано также добротно, за исключением одного маленького косяка в виде жирного шрифта у пунктов меню справа. Увы, увидеть окно выбора завершения работы и завершения сеанса здесь не получится. А так все пункты, имя пользователя, аватар, кнопки, закрепления сделаны точно также, как в оригинале. Проводник устроен здесь вот таким образом. Слева, как и Windows XP, находится меню действий. Сверху имеется панель инструментов и адресная строка, но в этом есть несколько скрытых подводных камней, однако я покажу их чутка позднее. Диспетчер задач здесь также сделан в стиле Windows XP. Командная строка выглядит только с классической темой из той же системы. Программа просмотра фотографий, блокнот, туториал, скринсейверы. Даже тот же Movie Maker перенесли. Здесь также имеется возможность установки темы оформления из разных эпох Windows XP. Голубая, серебристая, оливковая, Zune, Embedded и так далее. Теперь настала очередь браузера и клиента электронной почты. Браузер здесь Internet Explorer. Но в реальности не все так просто. Дело в том, что это Firefox 113 версии, на которой натянули полноценное оформление из Internet Explorer 6. Выглядит очень впечатляюще. Лично я хотел перенести такое и в свой основной браузер, чисто ради интереса. Но увы, маневр не удался. Firefox наоборот стала работать только хуже. В качестве клиента электронной почты используется Outlook Express из угадайте какой системы. Windows Media Player здесь десятой версии, которой по стандарту присутствовал Windows XP Media Center Edition. В оригинальной Windows XP присутствовал Windows Media Player девятой версии, но вот что мешало Microsoft строить эту версию в условной Windows XP SP2, например, непонятно. Но имеем, что имеем. Игры здесь совершенно стандартные. Пинбол, косынка, червы и тому подобное. Онлайн-игры отсутствуют из-за закрытия серверов ZONE.com самими Microsoft в июле 2019 года. В начале я говорил о том, что данная сборка основана на Windows 10. Теперь это можно конкретизировать более подробно. Это всё основано на Windows 10 Enterprise LTC 2019. Данная редакция системы отличается от обычной Windows 10 тем, что она не содержит UVP приложений, которые присутствуют в комплекте со стандартной Windows 10. К слову, насколько мне помнится, про LTC-редакцию Windows 10 я тоже вскользь упоминал когда-то. В этой редакции максимум из UVP-программ можно видеть защитник Windows и приложения-параметры. Также LTC-редакция системы содержит более долгий срок поддержки и обновления — 10 лет, вместо стандартных двух, и в принципе отсюда и название к этой редакции. Long Term Servicing Channel или же канал долгосрочного обслуживания. Параметры здесь полноценно работают, а защитник Windows отключён. Система после установки не активирована. На этом моменте можно плавно перейти к минусам, обнаруженным мною багам и недочётам. За всеми родными расположениями элементов и красивым внешним видом скрывается множество багов и недочётов, которые я буду перечислять прямо сейчас. Стоит начать с того, что для этой сборки просто противопоказано какое-либо изменение масштаба интерфейса в настройках системы. При малейшем изменении этого параметра получается вот такая картина. Оформление панели задач сломано. Кнопки там же выставлены абы как и пытаются любым способом подстроиться, а обозначения кнопок управления окном внезапно стали выглядеть как Basic-Tem из Windows 7. Теперь настал черёд претензий к софту. Почему некоторые стандартные программы из Windows XP просто не работают, либо работают с ошибками, или являются какими-либо заглушками? Лично я бы не вставлял подобное ПО на серьёзных основаниях. Максимум для красоты. Например, можно взять утилиту восстановления системы. Здесь она заменена на вариант из Windows XP, в то время как оригинальная программа спрятана, а служба восстановления системы выключена. В заменённой программе мы видим, что тут даже предлагают приступить к выбору даты и точки восстановления, но при нажатии кнопки «Далее» нам выходит ошибка от движка Internet Explorer о том, что в таком-то файле необходимый объект в ходе не поддерживает такой-то метод и тем самым происходит жидкая ошибка обработки страницы. Тут даже кнопка отмена не работает. Программа сведения системе здесь работает, но при выходе такая же ошибка скрипта, то есть работоспособность приложения неполноценна. А центр справки и поддержки тут вообще как заглушка. И я не шучу! Языковые пакеты. Раскладки клавиатур беспроблемно добавляются, но при попытке скачивания языковых файлов интерфейса или добавлении поддержки рукописного ввода на каком-либо другом языке, кроме английского, их скачивание заканчивается ошибкой. Windows Update. Я не знаю, что тут сказать. Вероятно, для кого-то подобное может быть и плюсом, но все же центр обновлений здесь не работает. В некоторых программах нарушается метрика кнопок управления окном. Они становятся как из Windows 10. Дальше тут будут мелкие придирки в виде отсутствия каноничного экрана загрузки, экрана приветствия и окна с выбором варианта завершения работы. Думаю, на этом моменте уже можно потихоньку рассказывать о том, какие тут программы использованы и как здесь эта вся кастомизация работает. Можно начать с меню пуск. Это все работает через, удивительно, две программы. OpenShell и StartIsBack. Хотя все меню, по сути, держится через OpenShell. И зачем тогда здесь StartIsBack? Я не знаю. Сейчас можно перейти к панели задач. Роль часов в углу области уведомлений панели задач выполняет программа TicLog. Сама панель задач и проводник отредактированной программой 7plus Taskbar Tweaker и Explorer Patcher. Старый дизайн окна открыт с помощью возвращен благодаря программе Fridger OpenWiz. И да, по поводу проводника. Вы могли заметить, что в левой части его окна имеется панель быстрых действий и предложенные места. Теперь пришел момент раскрыт все карты. Данная панель не более, чем муляж, который работает через программу FindExer. Выбор вида отображения элементов папки работает нестандартным методом, а через команду файле SetExplorerIconView.exe. Вот такие идеальные кнопки управления окном и сам дизайн в целом держится на программе BasicDimer. При завершении его процесса дизайн окна начинает ломаться. Смена тем осуществляется при помощи BAT-файла, который триггерит инструмент ZimTool, меняет XML-файлы для OpenShell и применяет тему с помощью вызова файла SecureUXHelper.exe. Иконка сетевого соединения в трее является PE-нетворком, а регулятор громкости — отдельной маленькой программкой. И вроде бы это все, что я здесь нашел. Кроме этой сборки, авторы выпускают еще и экстрас-пакеты, которые являются дополнениями к этой сборке и содержат некоторые темы оформления, апгрейд якобы Internet Explorer 6, который забули нового Firefox некорректно заработал и новые обои. И что ж тут можно сказать в итоге? Каков вывод? Напомню, что в этом видео я не заставляю кого-либо и не призываю рекомендовать данное творение. Я даю оценочное суждение и все показывается сугубо в демонстрационных и образовательных целях. Вывод у меня следующий. Данная сборка может максимум сойти как proof of concept и для показа возможностей кастомизации системы. Поставил бы это я на реальный ПК? Нет, не поставил бы. Но однако, мне очень понравилась переделка Firefox, реализация меню пуск и вполне себе впечатлила работа тем оформления. Также, по моему мнению, авторы очень хорошо подошли к качеству переделки этого самого оформления. Да, пусть, конечно, в некоторых местах это действительно выглядит как полный кошмар, но зато это хоть что-то, чем отвалившиеся шрифты или вообще полноценная кривизна уже прямо во время запуска. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, буду рад прочитать их. На этом пока что все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Будет приятно увидеть вашу активность и заинтересованность. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент и вместе достигнуть 70 тысяч подписчиков. Огромное всем спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья!